Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем беседы по псалмам царя Давида. Сегодня мы будем читать 20-й псалом, который имеет надписание на греческом и на славянском как псалом Давида, такое вот лаконичное надписание. И в некотором случае Порфирий добавляет в помощь псалом Давида, а у блаженного Феодорита «Вспоборничество» — псалом Давида. И теперь мы читаем сам этот псалом. «Господи, силою Твоею возвеселится царь, а спасение Твоем весьма возрадуется». Здесь говорится о том, что царь, то есть правитель Божьего народа, он возвеселится о помощи Божьей и о Господнем спасении. Он не просто возрадуется, а возрадуется весьма. Это свидетельствует о том, что спасение придет не только к царю, но и к его народу, потому что радость нормального царя — это благоденствие его подданных прежде всего. «Ты дал ему, чего желало сердце его, и приношение уст его ты не лишил его». То есть Господь как бы действует по желанию сердца царя и действует по прошению уст его, и не лишает его вот той надежды, которую он высказывает в молитвах, обращаясь к Богу. «Желание сердца его дал еси ему, и хотенья усну его, неси лишил его». Это по-славянски. И четвертый стих. «Ибо ты встретил его благословением, благостным, возложил на голову его венец из драгоценных камней». Что значит «встретил его благословением, благостным». Здесь как бы вот множественное число присутствует. Давайте посмотрим, как это звучит дословно с еврейского. «Ибо ты его упредишь благословениями блага, возложившему на голову червоного злата венец». В каком случае Господь упреждает нас? То есть прежде наших молитв к Нему. Потому что Бог знает, в чем мы нуждаемся. Таким образом, благословение благостное. Это имеется в виду те молитвенные пожелания, которые высказывал царь, и они возвращаются к Нему исполнениями вот этих его желаний сердечных. Он просит благо для себя и для своего народа. «Жизни просил он у тебя, и ты дал ему долгоденствие во век века». Действительно, Давид молился о том, чтобы Господь сохранил его жизнь. Господь не только сохранил его жизнь, он поставил его царем над своим народом, обеспечил всем необходимым. «Велика слава его в спасении твоем». То есть прославление Давида в том, как Господь промышлял о нем, как он спасал его. «Славу и великолепие ты возложил на него». То есть сами деяния жизни Давида, как Господь заботился о нем, они как бы как некое украшение такое великое. И дословный перевод с еврейского будет «Жизнь он просил у тебя, ты дал ему долготу дней, навек и вечно». То есть он возрадуется не только в этой жизни, но и в вечной будущей. «Велика его слава в твоем спасении». «Великолепие и блеск ты ему предаешь». То есть Господь, поддерживая Давида, защищая его, как бы свидетельствует перед всей вселенной о любви своей к нему. «Ибо дашь ему благословение во век века, возвеселишь его радостью пребывания с лицем твоим». Пребывание с лицем твоим здесь надо иметь в виду то, что человек, когда он перед лицом Божьим странствует по этому миру, он чувствует себя защищенным. А когда лицем Божий отворачивается от него, здесь все неопределенно, все как бы в таком подвешенном состоянии. «Ибо царь уповает на Господа и по милости Вышнего не поколеблется». Почему здесь это подчеркивается? Потому что многие хотят восстать против царя, против правителя, над православным народом, опрокинуть его власть. И только Господь может обеспечить устойчивость власти православного правителя. «Да найдет рука твоя всех врагов твоих, десница твоя, да найдет всех ненавидящих тебя». Здесь уже как бы мольба к Богу. «Да найдет рука твоя, то есть рука Господа, всех врагов твоих, то есть враги царя и враги Господа, получается. Десница твоя, то есть десница Господа, да найдет всех ненавидящих тебя». Здесь делается такой перенос на тему о том, что тот, кто восстает против царя, он восстает против Господа, который поставил этого царя. «Тогда поставишь их, как раскаленную огнем, печь во время посещения лица твоего, Господь гневом своим приведет их в смятение и поест их огонь». Казалось бы, если Господь действует с открытием своего лика, то должно быть все хорошо, но тут речь идет о том, что лик Господа может быть гневный, как раскаленная печь, и Господь гневом своим приводит их в смятение и поест их огонь, который как бы исходит от лика Божия в защиту царя. «Плод их земли истребишь», то есть нечестивых, то есть все, что они злоумышляли, все, что они планировали, вот это имеется в виду плод их, Господь все это земли истребит, и семей их, и сынов человеческих, то есть не будет продолжателей у этих безбожников, которые восставали на царей, «Ибо они предприняли против тебя зло», а мы же прочитали выше, что злоумышляли против царя, но касающиеся помазанника, то есть царя, он как бы касается как бы зеницы, зеницы ока Господа, «Ибо они предприняли против тебя зло, составили замыслы, которых не могут исполнить, исполнить, обратишь хребет их, а остальные твои стрелы приготовишь для лица их», то есть хребет их обратишь как бы в бегство, то есть они резко отпрыгнут, испугавшись, и стрелы Божьего гнева будут их настигать, «Вознесись, Господи, силою Твоею, воспоем и прославим силы Твои», то есть этот псалом, как я понимаю, его надо читать в защиту православной власти, в защиту православных правителей, которых поставил Господь, и здесь вот такой перенос интересный, о котором я уже сказал, что те, которые выстают на помазанников, они выстают на самого Господа, от которого проистекает само помазание православных монархов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...